Привет всем любителям физики и физических экспериментов. С вами Андрей Щетников, и сегодня мы поговорим о том, что такое физическое объяснение или объяснение физического явления. Ну, прежде всего я должен сказать, что когда мы строим математическую модель явления, мы скорее не объясняем, а описываем. Хотя такое описание для профессионала тоже может обладать большой объяснительной силой. Ну, и тем не менее, объяснять это нечто другое. Здесь на канале, где математики у нас мало, мы стараемся иметь дело именно с качественными объяснениями. Ну, или на турнире юных физиков мы всегда требуем от команды, чтобы в начале доклада шло воспроизведение явления, потом его качественное объяснение, а потом уже построение математической модели, эксперименты, ну и все, что положено в рамках физического исследования сделать. Ну, теперь дальше про объяснение. Что такое вообще для нас объяснить? Ну, здесь, наверное, для физика и для, не физика, для человека, можно сказать, со стороны, объяснение это не одно и то же. Потому что, ну, и тот, и другой, они, конечно, стараются, объясняя, указать причины, почему это явление происходит. Но для физика указание причин – это сведение явления к некоторым базовым физическим принципам. Ну, например, к законам Ньютона или там закону сохранения энергии. Ну, и дальше список того, в чем все физики согласны и что является общей базой их науки. Ну, и сейчас мы на такое объяснение посмотрим. И в качестве первого явления возьму грузик на нитки и раскручу его так, чтобы он двигался по окружности. И мы посмотрим, как это явление объясняет физик. Он говорит, ну, вектор скорости, хотя и не меняется по модулю, но он все время меняет свое направление. А, следовательно, тело испытывает ускорение, ну, и дальше показывается, что это ускорение направлено к центру окружности. Раз имеется такое ускорение, то по второму закону Ньютона имеется сила, которая вызывает это ускорение. И эта сила – это сила натяжения нити. Мы называем такую силу центростремительной. Ну, вот эта база объяснения, она вообще говоря, еще не все. Мы должны спросить себя на следующем шаге, а откуда взялась эта сила, почему веревка натянулась. И здесь возникает второй шаг объяснения, который уже связан с первым законом Ньютона, или с законом инерции. Мы говорим, тело, хотя и движется по окружности, но само оно стремится двигаться по прямой, по касательной к этой окружности. А двигаясь по прямой, ну, или как бы виртуально двигаясь по прямой, оно будет растягивать нитку, даже если она вот в этом положении была не натянута. Нить натянется, возникнет сила, и эта сила заставит тело отклоняться от прямолинейной траектории, двигаться по окружности. И здесь объяснение замыкается, появляется система причин, тело движется по окружности, потому что нитка натянута, а нитка натянута, потому что тело по своей природе стремится двигаться не по окружности, а по прямой. Ну, и вот такой наш первый пример. А теперь наш второй пример, который для физика по своей сути ничем не отличается от первого. Я положил на тарелку стальной шарик. Сейчас мы его немножко раскрутим. Ну, и теперь он катается по окружности, ну, конечно, замедляясь постепенно из-за трения. И мы должны спросить себя, а какая сила вызывает это движение по окружности? И физик говорит в этом месте, ну, конечно, это все та же сила упругости. Только если раньше, когда я вращал грузик на нити, грузик стремился по инерции двигаться по прямой, и за счет этого растягивал нить, появлялась сила, направленная к центру. Но теперь, когда шарик вращается внутри наклонных стенок, он опять же стремится двигаться по прямой, по инерции, и врезается в стенку. Он врезается в стенку, деформирует ее, и за счет этой деформации появляется сила, направленная к центру тарелки, которая заставляет шарик двигаться по окружности. Но обратите внимание вот на что. Когда мы описываем движение грузика или движение шарика, мы можем считать нить или тарелку недеформируемыми телами, абсолютно твердыми. Но, когда мы спрашиваем о причине возникновения центра стремительной силы, мы должны сказать, на самом деле нить чуть-чуть растянулась, и это чуть-чуть вызвало появление сил упругости. На самом деле тарелка чуть-чуть деформировалась, и это чуть-чуть вызвало появление, опять-таки, сил упругости, направленных к центру окружности. Так что в одной ситуации, когда мы описываем саму траекторию, мы можем довольствоваться моделью недеформируемой нити или недеформируемой стенки. А в другой ситуации, когда мы спрашиваем о причине возникновения силы, мы, как физики, должны сказать, на самом деле нить деформируется, но чуть-чуть. И этого чуть-чуть достаточно, чтобы сила возникла, потому что нить довольно жесткая. И тарелка на самом деле деформируется. И опять-таки, этого чуть-чуть достаточно, чтобы отклонять шарик. Но физик идет в этом месте еще дальше и начинает задавать вопросы, которые, опять-таки, для постороннего человека кажутся странными. Но эти вопросы углубляют наше понимание. Он спрашивает себя, ну да, стенка давит на прилежащую к ней часть шарика, а что заставляет другие части шарика двигаться по окружности? И ответ здесь ровно тот же самый. Это все те же силы упругости, но теперь силы упругости, возникшие внутри шарика. Части шарика, прилежащие к стенке, в них по инерции въезжают следующие части шарика. Возникает напряжение между ними, ну так условно покажем, в следующих слоях, следующие части шарика. И вот они так, ну это очень условно я нарисовал, вот такие слои, может быть и не слои надо рисовать, а и некие другие линии. Ну не важно, важно, что они давят поочередно друг на друга. Причем давление максимально вот здесь, потому что этой силе, которая давит здесь, приходится отклонять в итоге суммарно весь шарик целиком. А этим силам приходится отклонять лишь ту часть, которая осталась ближе к центру. Ну и таким образом напряжения высоки вблизи стенки, и напряжения убывают до нуля на противоположном конце шарика. Вот эти напряжения между, ну так сказать условно, слоями шарика, они и отклоняют все части шарика к центру, так что они все движутся по окружности. Ну вообще-то он еще катается там, но мы на это уже не обращаем внимания. Как бы это уже слишком, как бы вот не относящиеся сейчас к нашему делу тонкости. Но, я думаю, что вот это рассуждение со слоями, когда мы до него дошли, те, кто посмотрел четыре предыдущих серии про поворот воды в трубе, вот в этом уобразном колене, я думаю, уже поняли, к чему я сейчас склоню. И вот наше пресловутое О-образное колено уже в пятой серии. И теперь мы можем видеть в нем и груз, который раскручивается на веревке, и шарик, который движется по окружности внутри тарелки и направляется к центру тарелки. Деформация стенок точно так же и здесь. Жидкость, которая движется по внешнему обводу, она хочет двигаться прямо по инерции, по первому закону Ньютона. И тем самым вызывает деформацию внешней стенки, пусть небольшую, но именно эта деформация, именно эти силы начинают отклонять течение жидкости. Однако, те слои жидкости, которые не соприкасаются со стенкой, они ведь тоже чем-то отклоняются. Раз такой вот элемент жидкости движется по окружности, значит на него действует сила, направленная по радиусу. И эта сила для этого элемента может создаваться только разностью давлений снаружи него и внутри. Следовательно, давление у внешней стенки больше, а давление у внутренней стенки, у внутреннего обвода меньше. Это следствие из второго закона Ньютона. Это не потому, что мне так показалось, а потому, что к этому у нас приводит рассуждение. И теперь вторая часть рассуждения. Если давление на внешнем обводе больше, а давление на внутреннем обводе меньше среднего, то очередной частице войти в область повышенного давления, это все равно, как заехать на горку. Заезжая на горку, скорость теряется. А той частице, которая идет вдоль внутреннего обвода и заходит в область пониженного давления, это все равно, как по инерции заскочить в яму, скорость повышается. И вот пока она движется в этой яме, она движется с повышенной скоростью, а потом она выйдет вот здесь из этой ямы и снова будет двигаться с той же скоростью, с которой двигалась здесь, если мы, конечно, пренебрегаем потерями на трение. Ну, я не знаю, сколько раз еще можно повторять это рассуждение, и остались ли еще люди, которые со мной не согласны, и которым все еще кажется, что я тут путаю линейную скорость, и эту самую угловую скорость, и еще чего-то путаю, и вообще в физике ничего не понимаю. Все нормально я понимаю в физике. И стараюсь это понимание донести до вас. А главное, главное, даже вот не столько это конкретное понимание здесь, хотя оно тоже важно, но вообще саму мысль о понимании, саму идею понимания, что опираясь на базовые законы, мы выстраиваем цельную картинку, а не просто говорим о том, что нам почему-то кажется. Нет, нам не кажется. Конечно, мы можем ошибаться, но тогда и ошибки становятся совсем другого рода, и эти ошибки, их наличие или отсутствие, опять-таки все это выясняется разговорами на языке физики, ее основ, а не на языке, а мне так кажется. Так что я призываю всех, кто до сих пор еще сомневается, есть здесь и такие, их много, особенно зрители, зашедшие на канал, в первые разы еще не понимающие, что у нас здесь происходит, присоединяться к этому, к физическому рассуждению, которое создает саму возможность понимания. Ну а сейчас спасибо вам за внимание и до новых встреч!